Музыка Одесский сентябрь. Погода еще совсем теплая, А лето безвозвратно ушло в прошлое. Прошлое есть у всех, и у этих желтых листьев, и у ступеней, стертых тысячами ног, и у домов, мимо которых мы проходим и не замечаем их каждый день. Музыка Красавец дворец на Морозлининской. Сегодня его так и называют – дворец студентов. Но эти стены помнят серьезных одесских купцов, пришедших в 1914 году на открытие крестьянского банка. Солидное здание в псевдорусском стиле готово было принять на хранение все одесские капиталы. Через три года грянула революция. Капиталов не стало. И банка тоже. Словно осенний листопад посыпались на голову бывшего банка губсовнархоз, леспром, металлтрест, пищетрест и даже одессхимсельтрест. Впрочем, ни одно из этих советских названий не осталось в памяти жителей улицы. Гораздо более значимым для них стало открытие в стенах дворца после войны клуба работников МВД и спортивного общества «Динамо». И каким-то образом здесь умудрились даже организовать спортзал. Следы былого милицейского присутствия видны даже в названии появившегося в 50-х годах дворца студентов имени Феликса Эдмундовича Дзержинского. Впоследствии «Железного Феликса» тихо потеряли. Сегодня же дворец культуры студентов живет своей культурной жизнью. Делают концерты. И в подвалах там есть это для детей собирать детей, музыку преподают там, балет там танцуют дети, студенты там собираются, дают концерты. Внутри занимаются наши дети, которые вы видите сейчас. Мы только что вышли из школы, которая называется «Первые шаги». Там прекрасный английский язык. Учат читать, писать, рисовать, считать. Прекрасные утренники. И наши дети очень любят дворец студентов. А что там еще? Вечером нас приглашали на каратэ, но мы пока будем ходить на танцы. А вот здесь в парке гуляют много мам, я бабушка. И друг от друга узнаем, где какая школа детская. Мы ходим сюда второй год уже. Сегодня здесь собираются нумизматы, филокартисты и прочие коллекционеры. Здесь работают кружки танцев, пения, всевозможные клубы, среди которых и клуб ценителей творчества Анны Герман, о котором мы хотим вам сегодня рассказать. Я представляю детский клуб поклонников Анны Герман «Эхо-Люви», председатель совета клуба Людмила Наговицына. Наш клуб работает уже пятый год. В июле мы отметили четвертую годовщину, сойдя создание клуба. Клуб создан и с любителями, поклонниками, которые хотят воссоздать память об Анне Герман у людей старшего поколения, продолжить эту память и проводить интерес у молодежи к творчеству Анны Герман. Так как мы убедились, что молодежь почти не знает Анну Герман. Кто такая Анна Герман, знаете? Нет, а вы откуда знаете? Не знаете Анну Герман? Человек не знает Анну Герман. Ну это певица, полячка. Она вам нравится? Нравится, очень нравится. Какие песни? Ой, яблони цветут в саду. С удовольствием я вам расскажу. Это певица, полячка, которая всю жизнь пела русские песни и была одной из любимейших певиц советского народа. Ее очень любил мой папа покойный. Вот она, к сожалению, трагически погибла. И муж ее, по-моему, бедствует. Недавно смотрела телефильм о жизни Анны Герман. Очень интересно рассказывали. Муж досматривал ее маму. Сын живет в Польше. Ну, не знаю, не помню, чем занимается. А Анну Герман до сих пор вспоминаются. Анна Герман посещала Одессу. И во дворце спорта был ее концерт. И с большим успехом мой муж ходил на этот концерт в молодости. Это было много лет назад, лет 25, наверное, 30. И очень хорошее впечатление. Он тоже вспоминал, что... И до сих пор он вспоминает, что он ходил на концерт Анны Герман. Это наша молодость и песни нашей молодости. Для чего ты сказал среди ясного дня, Что ее ты жрешь, а любишь меня? То ли снег за окном, Ай, мух болел. Субтитры создавал DimaTorzok И меня пожалею. Клуб ценителей творчества Анны Герман Объединил многих одесских музыкантов, Певцов, поэтов и просто людей с возвышенной душой. Это у нас солисты такие, как Надежда Понасек, Нина Смирнова, Евгений Карпов, Галина Дымова, Зоя Хатько, Галина Константинова И много-много других. И я бы хотела еще сказать очень большое, Хорошее слово о нашем музыкальном руководителе клуба, Концертмейстере Наталье Ивановне Празняковой. Она к нам пришла недавно, И наш клуб прямо получил новое дыхание. Она молодая женщина. И привлекая сейчас и балетную группу в наших концертах будет участвовать. То есть человек с большими идеями и большим желанием, И большой любовью к Анне Герман. Сама Людмила Наговицына была покорена волшебным голосом Польской певицы много лет назад. Песня у меня идет по жизни и всегда. Я с детства пела и часто в самодеятельности. И любила красивые песни. Вот когда Анна Герман появилась на сцене, в эфире, Мы с подругой сразу заметили это. И все время, вот до сих пор, Моя подруга Людмила, тоже тезка, Мы следим за ее. Мы помним эти наши ощущения, Когда мы слушали ее, И друг другу перезванивались. Вот поет Анна Герман, слушали Анна Герман. И потом по жизни получилось так, Что Анна Герман, вот когда я выходила замуж, У меня вместо свадебного марша звучала песня «Анна Герман случайность», ее голос звучал. И когда мне было трудно, песня «Надежда» исполнилась. Когда всегда у нас собирались гости, Компании какие-то, я была консоргом в своей молодости, И мы всегда пели «Когда сады цветут». То есть ее песни всегда сопровождали в жизни. А толчком создания клуба просто была статья В вечерней Одессе о Галине Неваре. А Галина Невара — это артистка Одесской филармонии, Которая более 30 лет уже поет песни Анны Герман. И вот мы встретили с Галиной Неварой И решили вот такой клуб создать. И вот у нас сейчас проходят мероприятия целый месяц, Посвященные 25-летию соединения ухода Анны Германа жизни. Эти мероприятия проходят под патронатом Генерального консульства Республики Польши в Одессе И лично Генерального консула Веслова Мазура. «Я вас люблю, я думаю о вас, Вы для меня смятенье отныне». 12 сентября в Болгарском центре культуры Это будет большой городской концерт, И в нем будут участвовать Большие артисты, я считаю, Наша филармония Елена Стаховская И доцент консерватории Юлия Оленьникова, И, да, певица, которая поет песни Анны Герман, Влада Авдовиченко, А также шоу-балет детский и члены нашего клуба. И вот 26 августа, в день смерти Анны Герман, Вот здесь, в музее Паустовского, Открылась выставка, посвященная жизни и творчеству Анны Герман. Я не даром говорю творчеству Анны Герман, Потому что здесь, в этом плане, Выставка своеобразна. Кроме экспонатов о жизни, о творчестве Анны Герман, Здесь еще есть в музее диски С записями песен Анны Герман. Есть фильмы об ее памяти. И любой человек, который интересуется творчеством Анны Герман, Хочет слышать о песне, видеть фильм, Может прийти в любое время работы музея И здесь это посмотреть. Ведь говорят, что клубы поклонников Анны Герман созданы не только вот у нас в Одессе, Они созданы в 20 странах мира. И в тех странах, где Анна Герман гастролировала во время своей недолгой жизни. У нас песни поют в клубе Анны Герман не только на своих заседаниях. У нас в клубе создана и сольная бригада из солистов одесских хоров. И вот это очень ценно, потому что люди, слушая песни Анны Герман, Они вспоминают молодость, они вспоминают лучшее чувство, Которое они испытали в своей жизни. Анна Герман пела уникальным голосом, неповторимым голосом. Ее серебряный голос настолько покорял слушателей, Что это становилось незабываемым. Песня. 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 Продолжение следует...